Итак, выводим уже готовый результат. Принт. Ну, давайте вобьем. Оригинальный хэш. Принт. Теперь будем использовать функцию хэш-блокс. Так. Вот, она нам подсказывает, да, хэш-блокс, функция как раз и с аргументом блоки, да, хэш-блокс. Теперь, что мы вобьем. В реальном коде все это будет автоматом. Но нам надо четко указать. Ну, укажем в виде, пусть будет здесь список, да. В виде списка. Первый блок, то есть генезис первого блока. Это первый блок мы указываем. Дальше указываем, у нас формировались какие? Блок 2. Блок 2. И блок 3. И блок 3. И давайте теперь запустим. Итак, действительно мы получили оригинальный хэш. И вот он, этот хэш. То есть передача данных там, вот этих вот данных, происходит, нормально шифруется. И мы получаем хэш-операции. То есть операция зашифрована, операция проделана полностью, да. Но вам будет интересное домашнее задание. Это, скорее всего, не для новичков, а для участников школы переписать все эти вещи на функции, да. То есть получается, вот это должно быть функцией, вот это функцией. То есть все блоки должны быть функциями. Переписать. Для участников школы два домашних задания. Переписать на функции, переписать на классы. Для новичков не расстраивайтесь, когда придете в школу. Это я специально показываю, чтобы вас заинтересовать. Когда вы начнете работать с классами, да. И потом перейдете на spb-tut.ru практика PythonLP. Где-то потихонечку мы двигаем и магические методы уже, да. То есть конструкторы init пошли. И дальше пошли построение инициализации, сравнение. То есть, ну, скоро опять продолжим. Есть активные люди, типа Сергея Осадчева, которые это все делают. Поэтому, ну, чтобы вас заинтересовать, да, пока здесь нет классов, но тем не менее мы немножко тут поиграемся. Да, поиграем следующим образом. print, чтобы отделить, здесь напишем, выведем методы. И далее, ну, давайте с чем-нибудь поиграемся. Сейчас это я просто как... Ну, поизучаем немножко нашу функцию. Hash block. Мы уберем и посмотрим, что это, да. Hash block. Мы видим методы, которые нам предлагает. Давайте посмотрим, что у нас составляет код. Хотя больше примем ее в классах, но я думаю, что будет считываться, да. Посмотрим. Код это объект, поэтому все объект. Hash block. Вот где она. Дальше файл. И количество всего кода занимает 50 строк. Ну, у нас здесь 70-я строка, но если посчитать код, оно будет верно. Ну, давайте поиграемся еще. Метод dict, да. Метод dict. Словарь. Все верно. Если мы посмотрим, да. Да, все. Словарь. Все правильно. Давайте посмотрим по типу данных. Все это мы изучаем в школе. То есть, этими вещами вы будете владеть. Тип и Hash block. Правильно. Это у нас функция. Логично? Логично. Мы же писали функцию. То есть, мы смотрим, что делает Python. Ну, я говорю, что эти пару вещей я сделал. Все более подробно мы изучаем в школе. То есть, это надо нарабатывать. Ребята, я хочу сказать к тому, что вот мы с вами начали делать простые вещи. Но надо просто, понимаете, Python включить как бы свою жизнь. Каждый день построить чек-кода и будете развиваться. Итак, результат, вот это мы пока закомментируем. Это я только, чтобы вы понимали, что код можно анализировать, смотреть, что происходит внутри Python. Мы получили оригинальный хэш. Вот он такой. Пока закончим на этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...